Продолжение следует... Писатель-натуралиста Виталия Валентиновича Бианки часто называют лесным корреспондентом, лесным сказочником. С помощью интересных рассказов, повестей и сказок писатель описывал живую природу. Всё написанное Бианки — это праздник узнавания. Открытия ждут вас на каждом шагу. Книги Бианки помогают найти ключи ко многим тайнам окружающего нас мира. Самой знаменитой книгой Виталия Бианки стала «Лесная газета». Всё самое любопытное, самое необычное и обычное, что происходит в природе, каждый месяц попало на страницы «Лесной газеты». Здесь всё, как в обычной газете. Заметки, объявления, рассказы. Только пишут в них о жителях леса. У зверей и птиц календарь особенный. В лесу все живут по солнцу. Новый год в лесном календаре не зимой, а весной. Первая телеграмма из лесу. Прийти листали грачей. Весна началась. По синему небу поплыли кучевые облака, похожие на большие сугробы снега. Орделись первые зверята. У лосей и косуль отрастают новые рога. В лесу запели чижи, синицы и корольки. Скоро прилетят скворцы и жаворонки. Обнаружена берлога медведя под корнями вывороченной ели. Струйки танцующего снега тайно собираются подо льдом. В лесу капель. Тает снег на деревьях. По ночам морозы заново куют лёд. Сосунки на снегу. В поле ищут снег, а у зайчих уже родятся зайчата. Зайчата родятся зрячими в тёплых шопках. Сразу как появятся на свет, они уже умеют бегать. Наедшись досыта материнского молока, они разбегаются и прячутся под кустами и кочками. Лежат смирнёхонько, не пищат, не балуются. Хоть мать и убежала куда-то. Проходит день, другой, третий. Зайчиха по всем полям скачет, давно уже про них и забыла. А зайчатки всё лежат, бегать им нельзя. Ястреб заметит или нападёт на след лисица. Вот, наконец, бежит мимо зайчиха. Нет, не мамаша, тётка какая-то чужая. Зайчата к ней. Накорми нас. Ну что ж, пожалуйста, кушайте. Накормила и дальше. И опять зайчата под кустами лежат, а мамаша их где-то чужих зайчат кормит. Так уж повелось у зайчих. Всех зайчат общими считать. Где бы они не постричали зайчиха, зайчат обязательно накормят. Всё равно, свои они ей или чужие. Думаете, плохо зайчатам беспризорными жить? Ничуть. Им тепло. Шубка у них. А молоко у зайчих такое сладкое, густое, что зайчонок раз насосётся, потом несколько дней сыт. А на восьмой, девятый день зайчата начнут травку зубрить. Самка ворона первую из всех птиц несла яйцо. Её гнездо на высокой еле, густо засыпанной снегом. Чтобы яйцо не застыло и птенчик в нём не замёрз, ворониха не оставляет гнезда. Пищу ей приносит ворон. По ночам на крышах происходят кошачьи концерты. Кошкам они очень нравятся. Концерты кончаются отчаянной потасовкой между певцами. На улицах Ленинграда появились пауки-бродяги. Волка, говорят, ноги кормят. Этих пауков тоже. Они не плетут хитрых тянёт, как пауки-крестовики, а нападают на мух и других насекомых, бросаясь на них прыжками. Что за музыка на улице слышна? Это снова на дворе поёт весна. Птичьи тролли засвистели, и капели зазвенели. Светлой музыкой вся улица полна. КОНЕЦ Продолжение следует...